Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Давайте начнем сегодняшний брифинг, проанализировав в целом основные наши инвестиционные идеи, на которые мы с вами ориентируемся изо дня в день. И такие легкие итоги недели, безусловно, подробнее во всем мы поговорим еще в понедельник с вами, поскольку у нас будет возможность встретиться не только на брифинге в 9.30 по московскому времени, через перископ в прямом эфире, те, кто это делает. Но еще и состоится вебинар традиционно в 16.30 по московскому времени, где мы разбираем основные релизы недели прошедшие, смотрим на те отчеты, которые впереди на повестке новой недели, и стараемся поставить среднесрочные цели по тем активам, которые пользуются наибольшей популярностью. Что мы сейчас наблюдаем по евро? Европейская валюта котируется на отметке 1.0645. В соответствии с нашим прогнозом, да, все именно так. Евро снижается, будем надеяться, что это не просто локальная коррекция, будем надеяться, что это возвращение актива, скажем, к тем проблемам, которые и обрисовывают перспективы для дальнейшей коррекционной динамики. Евро снижается не просто так, собственно, о фундаменте еще поговорим. Фунт 1.2467. Волатильность есть, актив очень динамично входит внутри дня, вверх, вниз 50-60-70 пунктов вообще расплюнуть. Но фунт никак не может определиться с направлением. С одной стороны, это лучше для нас, как для медведей, нежели если бы фунт сейчас рос. Но с другой стороны, уже хотелось бы увидеть этот инструмент гораздо ниже текучих значений, тем более, что фундамент этому также располагает. Доллары японской иены здесь понижательные риски сохраняются. Об американцах мы также еще поговорим. Сегодня момент X очень важный день, поскольку должны быть уже более-менее объективные выводы с нашей стороны о том, произошло ли изменение в рыночном позиционировании трейлеров и готовы ли участники рынка снова обратить свои взоры на излюбленные макроэкономические отсчеты и релизы, создающие хорошие условия через повышение вероятности для ужесточения монетарных политики и повышения оставок. Австралиец снижается тоже в соответствии с нашим прогнозом. Мы понимаем, что фундамент для этого в прямом и переносном смысле соответствующий. Это не просто реакция на какой-то отдельный отсчет. Это реакция на риторику Резервного банка Австралии, которая будет резонировать в динамике этого инструмента и дальше. Новозеландец идет следом. Мы начинали неделю выше отметки 0.70, сейчас у нас уже котировки 0.69, 0.68. Ставим опять же на еще большую коррекцию. USDCAD стартовали мы эту неделю с отметки 1.33 чуть выше, ориентировались на то, что сопротивление 1.35 должно пасть. Пока что котировки 1.34, 0.6, но еще не вечер, потому что сегодня помимо данных по Non-Farm Parallels у нас целый блок статистики канадского происхождения. Может быть, учитывая повышенную реакцию канадца на национальные релизы, этих макроэкономических отчетов будет достаточно, чтобы позволить нам все-таки добраться до указанного сопротивления и выполнить своего рода цель максимум. Доллар-франк растет, 1.0044 сейчас котировки. Мы понимаем, что раз швейцарская валюта продолжает двигаться в восходящем направлении, при том, что доллар слабит, значит, триггер у этого восходящего движения не связан с американцем. Я думаю, что это и есть проявление того самого обещанного интервентного вмешательства Национального банка Швейцарии, который уже устал наблюдать за дорогой валютой, сказывающейся на темпах экономического восстановления. Идем по этой валютной паре выше золота. 1.262 сейчас очень высокое значение. Котировки драко металла в данном случае прорвались в высшее сопротивление 1.250. И здесь нужно понимать, что единственная причина, которая позволяет сейчас трейдерам активно покупать, собственно, этот инструмент – слабость американцев. Вот здесь логика очевидная. Если доллар все-таки оклемается в ближайшие дни, мы увидим разворот по золоту. Разворот, который многие, как я знаю, ожидают сейчас. Да и я, в принципе, тоже. СНП движется к новому историческому максимуму 2346 пунктов, даже в Морске 2347, там немножко не дотянули. Но я думаю, что при сохранении прежнего настроя, опять же, учитывая, как фондовики реагируют на статистику, без каких-либо форс-мажоров протекционистского характера по факту встречи Трампа и председателя КНР, у американской фондовой секции будет сегодня до конца дня повод еще немножко подрасти. Ну а теперь давайте немножко детализируем картину в рамках наших традиционных инструментов, поговорим подробнее. По рынку нефти, пожалуй, Brent и WTI – это одни из немногих инструментов, которые нас, мягко говоря, разочаровывают. И ладно, если бы фундамент способствовал тому, что мы, может быть, поторопились, но ведь фундаментальная картина не меняется, от этого вам еще больше обидно. Мы знаем то, что есть все предпосылки для снижения, но рынок нефти пока цепляется за, опять же, те самые факторы поддержки, которые раньше обсуждались на рынке и на которые я предложил вам особый акцент не делать. Единственный фактор поддержки, который сейчас присутствует, это ожидание того, что энергетический пакт будет продлен до конца 2017 года. Соответственно, появятся новые возможности для решения проблемы с перенасечением рынка сырье. В среду мы с вами обратили внимание на очень важный релиз по запасам нефти по данным Администрации энергетической информации США. Мы получили цифру, которая, вопреки ожиданиям, показала, что запасы выросли и сделали вывод. Я считал, что этот вывод объективен. Этот вывод, что статистика по росту запасов, опять же, увеличение добычи нефти в Штатах пересиливает позитив, связанный с ожиданием продления соглашения регионов ОПЕК и прочих, кто присоединился к сделке по ограничению производства. И если пересиливать, то логично уже ориентироваться на дальнейшее снижение. До этого мы с вами еще говорили про загрузку нефтеперерабатывающих заводов. Действительно, рост этого показателя, что в целом, исходя из простой логичной математики, 1% равносильный эквивалентен увеличением переработки на 150-160 тысяч баррелей нефти. То есть, опять же, такие параллели проводились до того, как был опубликован отчет по запасам от Минэнерго США. И вопреки ожиданиям, как я уже отметил, запасы не сократились, а выросли. Это значит то, что объемы добычи нефти в Штатах по-прежнему очень высокие. И рост объема производства, соответственно, по-прежнему высокие показатели импорта нефти в США. Все это оказывает компенсирующее воздействие на увеличение нефтепереработки в Штатах. Я думаю, что эта тенденция пока что вряд ли изменится. С другой стороны, понимаем, что мы сейчас вступаем в период весенне-летнего полученного спроса на топливо, что в целом является также определяющим фактором для роста переработки. Но мы можем предполагать, прогнозировать сколько угодно. Я все-таки думаю, что будет более правильно реагироваться снова на статистику. И пока эта статистика реально по цифрам, по фактам не позволяет лично мне сказать о том, что бренд оправданно растет и дальше будут более высокие ценовые котировки. Сегодня для рынка черного золота очень важный день, поскольку есть отчет Baker Hughes, который количество уникальных терминалов, эта статистика будет опубликована в 20.00 по московскому времени. Не сомневаюсь, что количество платформ снова увеличится. Но большой вопрос, сможет ли рост нефтяных терминалов сказаться на настроениях медведей, то есть у прочих позиций. Это, опять же, покажет время. В понедельник мы с вами об этом поговорим. Но я надеюсь, что медведи осознают тот факт, что реагировать на этот релиз очень нужно, потому что текущие котировки 1, а точнее 55,75 – это очень высокие цены на нефть. И пора бы их уже спускать вниз, используя для этого фундаментальную и астатистическую поддержку. Рубль 56,81. Видимо, российская валюта устала без, скажем, фундаментальной поддержки прессинговать по отношению к своим основным валютным конкурентам. Девальвация не острая, не выраженная, но все равно 57 – это лучше, чем 55 рублей за доллар. Будем надеяться, что это только начало. Хорошо, что рубль сейчас возвращается все-таки на землю, даже вопреки той динамике, которую показывает рынок нефти. Если данная картина и тенденция не изменится, мы полномерно с вами пойдем к нашему с вами долгожданному сопротивлению. 59-60 рублей против американцев. Доллар и японская иена. Накануне у нас была возможность проанализировать протоколы последнего заседания американского регулятора. Протоколы явно продемонстрировали склонность к более жесткой монетарной политике. Мы получили сигнал того, что ФРС предупредит участников рынка о том, будет ли он повышать процентные ставки или нет. И, в принципе, это делает сейчас, потому что каждое выступление высокопоставленных чиновников американского регулятора – это подтверждение того, что ставка будет повышена. Вот и вчерашнее выступление Уильямса, которое отметило то, что повышение ставок полностью соответствует текущей экономической картине и экономитуре. ФРС планирует гораздо раньше сократить, собственно, активы. Это тоже проявление жесткой монетарной политики. И еще один сигнал того, что не нужно сомневаться, что на последующих заседаниях, как минимум, на двух ФРС пойдет снова на повышение ставок, дабы бороться с рисками перегрева экономики за рост инфляции. Но статистика нас регулярно радуется. А я, кстати, на пособие по безработице вчера 234 259 – это лучшее. Одно из самых лучших значений вообще за последние 30 лет, может быть, даже больше. Еще один сигнал того, что рынок труда не просто восстанавливается, рынок труда уже, по сути, изъял из экономики все, собственно, свободные места. То есть рынок как никогда близок к максимальной занятости. Этот тренд вряд ли изменится. Сегодня у нас в Non-Farm Parallels очень важный релиз, который интересен для нас не только потому, что это еще один отчет, который, собственно, может повлиять на политику ФРС касательно процентных ставок. Для нас это еще и релиз, который позволит сказать уже в понедельник, постфактум его публикации, готовы ли трейдеры наконец-таки снова перефокусировать свое внимание с политики, которая изрядно же там поддостала, на статистику, которая больше, которая исключительно хорошая, позитивная, которая должна, собственно, способствовать росту американцев. Об этом мы выводы будем с вами делать в понедельник. Немного еще осталось подождать. Я думаю, что выводы, которые мы попробуем сделать, будут максимально объективными. Все-таки Non-Farm Parallels – это не просто второсортный релиз, это самый, что ни на есть, ключевой индикатор, возможно, для американского регулятора в кофе с инфляцией касательно определения вектора денежно-кредитной политики. Non-Farm Parallels сегодня у нас в 15.30 по Москве. Помимо этого, уровень безработицы и динамика роста заработных плат. Тоже важный отчет. Смотрим и следим за динамикой американцев. Если окажется, то, что доллар, вопреки даже ожидаемо хорошим цифрам, потому что в последние месяцы погода явно радовала, теплые условия стали причиной повышенной активности на стройках, но вы понимаете, это логика, которая приводит к созданию большего количества рабочих мест. Если сегодня статистика будет хорошая, а доллар при этом не покажет рост, как это было в постфактуме отчета IDP и публикации протоколов, тогда мы с вами будем сохранять краткосрочно медвежью позицию по доллару и японской иены с возможностью тестирования поддержки 108 иен против американца. На повестке сегодняшнего дня, я думаю, что также будет очень важно, если поступят какие-то важные комментарии, значимые для рынка, по поводу встречи президента США Трампа и Хаси Цзиньпина, который является председателем КНР. Геополитические риски – это основной вопрос на повестке обсуждения, в каком формате будут идти эти переговоры. Опять же, станет ясно уже о сегодня, думаю, что ближе к вечеру давайте последим и за этим фундаментом. Евро снижается. Вчера из важных событий можно было отметить публикацию протоколов в последнем заседании Европейского Центрального Банка, еще пресс-конференцию, собственно, Драги. Драги отметил, что политика должна и дальше оставаться исключительно мягкой, а, собственно, сами протоколы показали то, что мягкая политика, сохранение прежних стимулов просто жизненной необходимости сейчас для всего валютного облока. То есть беспрецедентный стимул – это причина слабости евро. То, что трейдеров сейчас вернули, возможно, даже принудительно, к осознанию того, что контраст политик между ФРС и ЦБ сейчас находится на самом высоком уровне за последние года-два, это тоже не нужно забывать. Есть еще и политические риски. Пока мы не можем говорить о том, кто придет к власти, но можем говорить о рисках того, что произойдет именно то, что меньше всего прогнозируется. Я думаю, что это тоже не фундамент, на котором можно расти. Поэтому по евро, как и раньше, предлагаю вам придерживаться прежней короткой позиции. Фунт против американца. Здесь картина не меняется. Я вчера вас снабзил, мне кажется, довольно большим пластом фундаментальных данных. Собственно, статистика, мы о ней с вами говорили сегодня. Между прочим, в 15.30, снова, точнее, в 11.30 данные по промышленному производству. Здесь, согласитесь, в этой мы можем настраиваться на хорошие цифры, потому что буквально в понедельник анализируют состояние промышленного сектора, в целом по Англии, активности в промпроизводстве. Я думаю, что это была явно заготовка к тому, чтобы подготовить нас к более слабым отчетам и по текущему сегодняшнему релизу. То есть надеюсь, что хотя бы на этот отчет фунт отреагирует больше коррекции, нежели чем на проживые, то есть на строительство и активности в производстве. Если это так, то фунт будет находиться под давлением в рамках сегодняшнего дня. Плюс ко всему, не забывайте про постановление Еврогруппы, которое высказалось в довольно остром ключе в отношении, опять же, переговорческого процесса по выходу англии состава ЕС, отметив то, что эти переговоры будут довольно жесткими. Рейтерс подвели снова итоги на основании опросов ведущих экспертов и аналитиков по поводу перспектив этой пары. В частности, на ближайший месяц консенсус цена 1,24 по паре фунт-толлар, на ближайшие три месяца 1,21 по паре фунт-толлар, и в перспективе 12 месяцев пара может уйти до отметки 1,17. Это те цели, которые я вам уже неоднократно обозначал, те цели, которые являются и моими личными ориентирами. USDCAD. Несмотря даже на росты котировок нефти, мы видим, как пара восстанавливается, и я думаю, что такими стараниями мы все-таки сможем добраться до сопротивления 1,35 уже к концу сегодняшнего дня. Причины – это сохраняющаяся экономическая неопределенность, перспектива более высоких процентных ставок, в США спред доходности облигаций, Канады и Штаты в целом слабая статистика, и все еще присутствующий потенциал слабой нефти. Сегодня в 15.30 вместе с НОНКами будет опубликован еще целый блок статистики по канадскому рынку труда. Посмотрим за этими релизами. Если они разочаруют, то тогда USDCAD точно доберется до сопротивления 1,35. Собственно, друзья, по основным активам мы с вами поговорили. Напоминаю, что сегодня день также насыщенный. Обязательно стоит последить за динамикой промышленного производства в Англии. В 12 будет поступать еще представитель банка Англии Карни. Послушаем, опять же, есть ли еще и актуальны риски высокой инфляции. Если Карни снова выскажется в этом ключе, то, что высокая инфляция – это потенциальный риск для снижения потребительской активности, то фунт окажется под еще большим давлением. В 15.30 рынок труда США и Канады, безусловно, важнейшая статистика дня – это Non-Farm Farms. Смотрим, как отреагирует доллар на этот макроэкономический отчет. В понедельник подводим уже итоги и принимаем решение, как торговать парой доллар-иена в краткосрочной перспективе. Пока я рекомендую сохранять короткие позиции. И в 20.00 отчет Backer News по количеству нефтяных терминалов в Штатах. Думаю, что очередной прирост – это уже то, что не вызывает сомнений. Хотелось бы, чтобы нефть все-таки несколько подздулась под конец недели. Это еще, учитывая эффект пятницы, когда обычно трейдеры после состоявшегося ранее на рынке нефти, оно действительно состоялось, фиксируют результаты позиций. Я думаю, что эта фиксация будет еще и аргументирована тем, что рост не совсем уж на серьезном фундаментальном топливе мы увидели. И надеюсь, что нас еще порадует статистика от Backer News через рост терминалов как минимум на 10-15 штук. Кодовое слово на сегодня. Пятница – величина бонуса 17%. Действует он до понедельника. То есть у вас есть три полноценных торговых сессии, чтобы принять решение, нужен ли вам этот бонус на пополнение или нет. Решение, собственно, за вами. Друзья, хороших вам выходных. Не забывайте, что контроль рисков – это ключевое правило трейдинга. Каким бы активом вы не торговали на рынке Форекс, активом фондового рынка – неважно. Контролировать риски – это первое, чему нужно научиться. Даже несмотря на то, что вы уверены на 100% в том, что рынок должен повести себя так или иначе. Соответственно, в понедельник мы свидимся с вами дважды, как я уже отмечал. Если есть вопросы, они возникнут, может быть, по результатам сегодняшнего дня, которые, не сомневаюсь, будут получены полотильные. Вы можете задавать их на канале на YouTube. Попробую ответить. Не забывайте также про то, что вместе с вопросами можно ставить еще и лайки, за которые я буду вам искренне признателен и благодарен. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok